Ульяновскую фирму Сен-Се знают на всех континентах планеты. Она производит системы локации для горизонтально направленного бурения. Несмотря на экономические санкции, введенные против России, сотрудничество с научно-производственной организацией не разорвал ни один европейский партнер. Сейчас Сен-Се планирует выйти на рынок Ближнего Востока. В чем уникальность российского оборудования, применяемого даже в морских глубинах, расскажем в следующем репортаже. Это видео на телефон ульяновские инженеры отсняли в Калининградской области. Здесь только что проложили новый водовод. Четкое позиционирование по глубине в определенных местах. Проложить в современном мегаполисе под землей вслепую новую коммуникационную линию, не повредив при этом уже существующую, практически невозможно. Точность движения бура как раз и отслеживают локационные системы, производимые в Ульяновске. Применяют их не только на суше, но и в акваториях. Мы делали подводные модули, то есть это для того, чтобы можно было буриться в море на больших глубинах. Это можно производить бурение с водолазом и может быть бурение с шестом. Локационная система состоит из трех приборов. Зонда излучателя, который идет под землей вместе с буром, приемника автоматически отслеживающего движение в передней точке и монитора повторителя. Вот здесь мы занимаемся оптимизацией нашей разрабатываемой техники. Научно-производственная фирма делает оборудование и разрабатывает для него софт. Условия эксплуатации систем локации от плюс 60 градусов по Цельсию до минус 20. Иногда при повышенной влажности, например, в Индонезии, или при воздействии соли, это на морском дне. Поэтому техника постоянно совершенствуется. Соответственно, расширяются и рынки сбыта. У нас порядка 15 дилеров по всему миру, кроме США. Во всех остальных странах, практически, или континентах мы работаем. Отгрузки регулярные. И внешнеэкономическая деятельность по объемам поставок именно за границу, она растет с года в год. А начиналось все 30 лет назад. Выпускники политехнического нашли умелые руки и применение своей инженерной мысли. Промышленность не успевала за их идеями и разработками. Искали, где сделать корпуса, где найти комплектующие. И, может быть, самые первые корпуса делались буквально вручную. Сейчас локационные системы для горизонтально направленного бурения не только делают в Ульяновске, но и обучают на них работать. Кроме того, на предприятии готовят молодые кадры. Для этого заключили партнерские отношения с местными инженерными университетами. Дмитрий Емельянов, Михаил Державин. Вести. Ульяновск.